Но сильнее всего нас связывает общая история, культура, славные трудовые времена, пережитые вместе. Несколько лет назад в рамках подобной встречи я говорил о том, что Беларусь может стать некоторым нравственным фактором для России. Скажу откровенно, мы к этому всегда стремились. Чтобы вы нас ценили, если уж совсем откровенно. Может быть, тогда не все обратили внимание на эти слова, но их актуальность сегодня только возросла. Знаю, в рамках культурной программы визита в нашу страну вы посетили Полоск. Правильно сделали, потому что это город-голыбель славянской государственности. Если следовать повести временных лет, то от палачан произошли и кривичи, и северяне, а значит здесь, на белорусской земле, находится духовный корень всего российского северо-запада. Смоленска, Пскова, Брянска, Белгорода и Курска. Может, потому в нашей стране особенно тяжело и болезненно воспринимается любой конфликт в славянском мире. Мы не можем остаться в стороне от событий, которые разделяют близкие по своей истории, менталитету и культуре народы. Поэтому Беларусь сделает все, что от нее зависит, чтобы восстановить мир и согласие между славянами. Это нелегко, но даже если сохранится малейший шанс своих попыток, мы не оставим. Будем стремиться к тому, чтобы у нас здесь, на территории основных славянских государств, был мир. В этом нам должны помочь и вы, журналисты. Хотя бы потому, что очагом конфликтов часто становится именно медийное пространство. Надо осознавать ответственность за каждое сказанное и написанное слово. Если оно рушит мир и калечь судьбы людей, то ставит журналиста в один ряд с солдатами, стреляющими на поражение. А некоторые говорят, что вы – это оружие массового поражения. И я с этим согласен. Это звучит жестко, но как еще достучаться до тех, кто игнорирует нормы не только профессиональной этики, но и человеческой морали.